Ваша честь, позиция потерпевших заключается в следующем. Для начала я хотела бы еще раз кратко воспроизвести основные моменты этого чудовищного умышленного преступления. Как следует из материалов уголовного дела, 7 ноября после совместного ужина между Анастасией и Соколовым возник конфликт на почве имевших место измен Соколова. О том, что конфликт возник на этой почве, можно сделать вывод из показаний Вольской, которая слышала происходящую ссору. После этого, как следует из показаний брата Анастасии, а также соседки по квартире Соколова-Увольской, подсудимый перед убийством избил беззащитную девушку. Об этом она также говорит на предсмертном видео, которое снимает Соколов. После избиения она выбегает из квартиры в домашней одежде, тапочках, на улицу в холодной ноябрьской ночи. На протяжении всего следствия и рассмотрения дела в суде Соколов пытался убедить всех, что он бесконечно любил Анастасию, и что это была по-настоящему чистая настоящая любовь, что они планировали вступить в брак, и что он даже написал в СИЗО роман об их отношениях под названием «Любовь», о чем делал заявление его защитник Александр Почуев. Однако факт того, что якобы любимая женщина избитая убегает в домашней одежде ночью в неизвестном направлении поздней холодной осенью, почему-то никак не смущает подсудимого. Он даже не звонит девушке. На предсмертном видео можно увидеть, как Анастасия говорит Соколову «Я тебя больше не люблю», на что Соколов тихим и спокойным голосом отвечает «Я знаю», как будто пытается убедить жертву в том, что ситуация жизненная, да и отношения себя изжили, ну и такую проблему, в принципе, можно решить цивилизованно. Сообщенный в ходе судебного заседания показания свидетель Екатерина Прижегодская сообщила, что в тот день, когда она объявила о своем уходе от Соколова, тот также абсолютно спокойным голосом под видом прощального ужина заманил ее к себе в квартиру, где стал совершать в отношении нее насильственные действия. Эти ситуации похожи одна на другую. В одной девушка смогла вырваться и спасти свою жизнь, а в другой, к сожалению, нет. Из всего этого видно, что подсудимый – это человек, который не терпит отказов. Он не может даже допустить ситуацию, что кто-то от него может уйти. Он – да, но от него нет. Соколов просил себя называть Сир, а сам себя называл Ио Наполеона. Видимо, и в нормальной жизни он требовал к себе отношения как к монаршей персоне, не допускающей каких-либо отказов. Не доставайся же ты никому. Вот что первое приходит на ум. Видимо, это и есть жизненный принцип подсудимого в отношении с женщинами. Я полагаю, что именно желание Насти уйти от Соколова сподвигло его на это чудовищное убийство. Делая предсмертное видео, по моему мнению, Соколов преследовал одну единственную цель. Это должно было стать доказательством того, что после скандала Анастасия ушла в ту руковую ночь и больше в квартиру никогда не возвращалась. Это видео в дальнейшем должно было выступить фундаментом его непричастности к случившемуся исчезновению девушки. Его довод о том, что таким образом он пытался ее успокоить, на мой взгляд, является ложью. Так как, во-первых, он ни разу не прибегал к подобному методу во время других ссор, что сам подтвердил в своих показаниях в суде. И, во-вторых, он снимал только окончание конфликта, когда она уже собиралась уходить из квартиры, спускалась по лестнице и выходила из дома. Естественно, это не могло быть им сделано без какой-либо цели. После возвращения Анастасии в квартиру, Соколов подавляет бдительность девушки, создавая видимость того, что конфликт исчерпан. И ему это удается. В последнем разговоре с братом Анастасия говорит спокойным голосом, успокаивая его. Казалось бы, больше ничего не предвещает беды. В это же время уже все для себя решивший Соколов решает выбрать место, куда сможет выбросить труп пока еще живой девушки. Для этого он внимательно изучает окрестности вокруг своего дома, прогуливается по гугл-картам, выбирая место для своей возлюбленной. Набережная реки Мойки, набережная реки Пряжка и так далее. Такие запросы можно увидеть в истории его интернет-браузера. Затем Настя собирается отходить ко сну, ложиться на кровать. Через некоторое время Соколов, решая осуществить задуманное убийство в период с 2 часов 36 минут до 3 утра, берет незаконно хранящийся в квартире заряженный обрез и производит из него с близкой дистанции выстрел в голову Анастасии, причинив ей непроникающее слепое огнестрельное пулевое ранение головы. Из материалов уголовного дела следует, что на Соколове не было никаких следов насилия или борьбы. Это значит, что жертва ему не оказывала никакого сопротивления. С учетом этого я полагаю, что Соколов стрелял в Анастасию, когда она легла отдыхать и находилась в постели. После первого выстрела девушка еще была жива. Вместо того, чтобы вызвать медиков и попробовать сохранить жизнь девушки, подсудимый решил продолжить начатое убийство. Он безжалостно сдавливает руками шею еще живой беззащитной девушки, ломая ей кости в шее. Несмотря на продолжающиеся пытки, Анастасия еще подавала признаки жизни. Не достигнув желаемого результата, Соколов решает добить жертву, производя из обреза еще три выстрела с близкой дистанции в голову девушки. Данный обрез переделан из советской малокалиберной винтовки ТОС-17, и его перезарядка осуществляется вручную поворотом продольно скользящего затвора. Следовательно, для осуществления трех выстрелов подряд Соколов механически каждый раз поворачивал затвор обреза. В результате выстрелов подсудимый причинил девушке три проникающих слепых огнестрельных пылевых ранения головы. Анастасия Ещенко скончалась на месте происшествия в короткий промежуток времени после получения огнестрельных повреждений. Данные обстоятельства, в том числе и факт прижизненного причинения Анастасии Ещенко всех указанных повреждений, подтверждены заключениями судебно-медицинских экспертиз и допросами экспертов, исследованными в рамках судебного разбирательства. В ходе проведенных допросов подсудимый неоднократно пытался убедить сначала следствие, а затем суд и общественность, что осознавая, что сделал, он хотел покончить жизнь самоубийством, уйдя красиво, цитата и достойно, но после того, как разберется с делами, а именно сделает завещание на детей. Но действия Соколова после убийства говорят об обратном. На мой взгляд, он и не собирался умирать. Несмотря на всю тяжесть совершенного преступления в день убийства подсудимый, никак ни в чем не бывало, продолжил заниматься своими бытовыми делами. Первое, когда он позвонил утром, это был жилком сервис номер 2 Амиралтейского района. Затем он звонил в Петербург-Газ, чтобы договориться о ремонте газовой колонки. Затем он звонил бывшей жене, сходил в магазин за покупками для предстоящего застолья с товарищами. Он даже успел съездить в Икею для покупки нового матраса, так как предыдущий был залит кровью убитой, а также в Леруа-Мерле. Он даже нашел время, чтобы позвонить в посольство Франции, чтобы осведомиться о том, было ли получено его письмо, направленное послу в качестве председателя военно-исторического общества с предложением о сотрудничестве в области сохранения исторической памяти. Решая эти, безусловно, важные и безлагательные вопросы, подсудимый, видимо, настолько в них утонул, что, к сожалению, забыл о своих дочках и так и не нашел время, чтобы сходить к нотариусу и оформить на них завещание. Возможно, этот вопрос был менее важен для подсудимого, чем остальные. По моему мнению, звонок в посольство Франции наиболее ярко отражает истинное отношение Соколова к своей жизни. В отличие от жизни Насти, свою жизнь он не собирался прерывать. Наоборот, как мы видим, подсудимый строил далеко идущие планы, в частности, планировал развитие международного сотрудничества военно-исторического общества. О том, что подсудимый хотел пожить еще как минимум неделю, можно сделать вывод также из показания адъютанта помощника Соколова Пустовалова, допрошенного в качестве свидетеля. Из протокола судебного заседания следует, что в день убийства подсудимый звонил своему адъютанту и сообщил, что должен перевести ему денежную сумму на банковскую карту. Эти деньги свидетель должен был вернуть Соколова наличными через неделю, приехав в Петербург. Описанная свидетелем ситуация сама по себе достаточно странная и вызывает массу вопросов. После жестокого убийства подсудимый хочет перевести деньги своему помощнику просто так, без каких-либо оснований. При этом сам свидетель Пустовалов подтверждает, что ранее такого не было. По моему мнению, инсценировка суицида в перерыве между следственными действиями подсудимый в окружении нескольких сотрудников полиции потянулся за кортиком, но был мягко остановлен полицейскими. Также ничего общего с самоубийством не имело и было сделано скорее для вида, как попытка воздействовать на экспертов в рамках предстоящей психолого-психиатрической экспертизы, имитируя наличие суицидального состояния. Как мы видим, Соколов еще неоднократно будет прибегать к различным манипуляциям и ухищрениям для того, чтобы избежать ответственности за содеянное. Решив и дальше ни в чем себя не ограничивать, подсудимый вечером в день убийства принимает у себя дома гостей. Превозмогая и пересиливая себя, в этот вечер подсудимый пирует со своими приятелями, обсуждая наполеоновскую эпоху, пьет дорогой коньяк, угощается красной икрой. Соколов, похоже, вел себя настолько естественно и органично, что его дорогие гости ничего не смогли заподозрить, несмотря на то, что в другой комнате под кроватью лежало бездыханное тело убитой девушки. Можно предположить, что мирную встречу с гостями он также хотел в случае возникновения подозрений использовать для прикрытия. После того, как гости уходят, подсудимый решает скрыть следы чудовищного преступления. Для этого универсант и интеллигент Соколов с хладнокровностью мясника расчленяет тело невинной девушки, используя пилу-ножовку по дереву, два кухонных ножа и топор, методично отделяя руки, ноги и голову от туловища. Затем он цинично, как мусор, в пакетах выбрасывает части тела якобы некогда любимой женщины через окно во двор своего дома, чтобы не напрягать спину, вынося на себе останки девушки. Дальше, скрывая следы преступления, Соколов судорожно пытается уничтожить все, что было связано с Анастасией. Окровавленный матрас, пропитанный кровью тряпки и одежду, он выбрасывает в мусорный бак подальше от своего дома, лишь бы не быть пойманным. В судебном заседании 7 декабря для придания убедительности своему выступлению, подтверждения своих слов о том, что якобы никогда не бил Анастасию, Соколов клянется перед Богом, показывая себя якобы верующим человеком. Но в то же время, Ваша честь, обращаю внимание, что скрывая следы совершенного преступления, цинично выбрасывает в мусорное ведро, помимо всего прочего, и нательный крестик, который ранее носил убитая Анастасия. Мама Анастасии неоднократно говорила, что Анастасия этот крестик никогда не снимала. Но Соколов его выбрасывает в помойку. А в суде он крестец стоит и говорит, что он клянется Богом. Пытаясь уйти от ответственности, подсудимый перекладывает все усилия, чтобы утопить расчлененные части тела в реке Мойкино, в итоге не справляется с этим. По моему мнению, вопреки громким заявлениям Соколова, он и не думал сдаваться властям. Даже после задержания подсудимый делал все возможное, чтобы не быть привлеченным к ответственности. Согласно показаниям сотрудников МЧС, прибыв утром 9 ноября по вызову, они обнаружили Соколова в воде, а на бордюре спуска лежал рюкзак. После извлечения из воды Соколов упал на рюкзак и стал за него держаться, после чего был передан врачам. Врач-анестезиолог, реаниматолог в ходе допроса также сообщил, что после извлечения из воды подсудимый был помещен в автомобиль скорой медицинской помощи для осмотра. От Соколова исходил запах алкоголя, он вел себя нервно, был эмоционально возбужден, кричал и не выпускал рюкзак из рук, находившийся при нем, и сопротивлялся осмотру. И только по чистой случайности. Исключительно из-за невнимательности врача, который увидел в кармане Соколова пистолет, сотрудникам полиции был произведен осмотр рюкзака, в котором и были обнаружены расчлененные женские руки. На вопросы врачей и оперативных сотрудников об обстоятельствах произошедшего, еще находясь в больнице, Соколов настойчиво пояснял, что 9 ноября он прогуливался по набережной реки Мойки, увидел в воде рюкзак, заинтересовался его содержимым, после чего спустился в воду, чтобы достать, но самостоятельно выбраться не смог. Также, в вашей части, я хотела бы отдельно высказать позицию по вопросу документа, который называется в материалах дела «Явка с повинной». В материалах дела имеется документ под названием «Явка с повинной», составленный Соколовым 9 ноября в 6 вечера 50 минут. Полагаю, что указанный документ не может использоваться в качестве заявления о явке с повинной, не может являться смягчающим обстоятельством по следующим основаниям. Согласно части 1 и 2 ст. 142 УПК РФ, заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменной, так и в устной форме. Устное заявление принимается и заносится в протокол. Согласно определению Конституционного суда 21 мая 2015 года номер 1044О об отказе в принятии рассмотрения жалобы гражданина Никифорова, указано, что сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания по подозрению в совершении преступлений, не исключает признание этого сообщения в качестве смягчающего наказания обстоятельства. Но если же органы следствия располагали сведениями о преступлениях, показаниях потерпевших, свидетелях, процессуальными документами и задержанному лицу было известно об этом, то подтверждением факта участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной, а признание в качестве иного смягчающего наказания – обстоятельства. Хронологически в нашем случае ситуация выглядит следующим образом. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, оно было вынесено 9 ноября, и уголовное дело было возбуждено в 10 часов утра. Из указанного постановления следовало, что 9 ноября 2019 года, не позднее 7 утра, по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, был обнаружен Соколов, 9 июля 1956 года рождения, у которого при себе имелась сумка, в которой обнаружены очлененные верхние конечности неустановленного лица женского пола, в связи с чем орган предварительного следствия располагал достоверными сведениями о признаках преступления, предусмотренную в части 1 статьи 105 УК РФ, и усматривает основания к возбуждению уголовного дела для проверки обстоятельств наступления смерти неустановленной женщины следственным путем. Исходя из этого, следует, что на момент обнаружения Соколова 9 ноября, не позднее 7 часов утра, с очлененными верхними конечностями лица женского пола и отсутствием у сотрудников полиции сведения о потерпевшей, следует, что Соколовым не были сообщены сотрудникам полиции обстоятельства совершенного преступления и не было добровольно сообщено у его совершения. Согласно протоколу задержания, также 9 ноября, он был составлен в 17 часов 20 минут, то есть за час до того, как был написан этот документ под названием явка с повинной, следует, что Соколов в соответствии с 91-92 УК РФ был задержан в 12 часов 10 минут в помещении реанимации Марининской больницы в Санкт-Петербурге. Как усматривается из представленного в уголовном деле документа под названием явка с повинной, она написана задержанным Соколовым 9 ноября в 6 часов вечера 50 минут, то есть уже после его официального задержания по подозрению в совершении преступления. С учетом этого следует, что органы следствия ко времени изготовления Соколовым документа под названием явка с повинной располагали исчерпывающими сведениями о преступлении. Соколову к этому моменту было известно об этом. Более того, на указанный момент Соколов также воспользовался услугами адвоката Кыневой, которая присутствовала при составлении протокола о задержании. Материалами уголовного дела подтверждено, что Соколов самостоятельно не явился в правоохранительные органы и объяснение о преступлении давал после фактического задержания в условиях, когда его причастность к этим преступлениям была очевидна для органов расследования. А до этого он делал все, чтобы сокрыть следы преступления. Поэтому последующее подтверждение и факты участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной с точки зрения процессуального законодательства. Указанный вывод подтверждается в сложившейся судебной практике, отражен в частности в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 31 июля 2019 года номер 47 АПУ 19-3, в котором указано следующее. По смыслу закона и подъявка с повинной, которая в силу пункта и части 1 ст. 61 УКРФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Именно такая ситуация была у нас. Аналогичные выводы содержатся и в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 14.06.17 номер 49 АПУ 17-7, апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 4.08.15 номер 20 АПУ 15-15 и кассационным определением Верховного суда от 13.11.12 номер 44 ООО 12-109. Потерпевшая сторона прекрасно понимает Ваша честь. Что судебная практика, в том числе и вышестоящих судебных инстанций Санкт-Петербурга, достаточно часто признает практически любой документ в качестве явки с повинной и учитывает их при вынесении соответствующего решения по делу. Однако, хотела бы обратить внимание, что в рамках следствия мы отстаивали позицию о том, что данный документ нельзя использовать ни как явку с повинной, и как следствие нельзя учитывать как смягчающее обстоятельство и как доказательство по делу. Следователи ГСУ и СКРФ, а также заместитель генерального прокурора, утвердивший обвинительное заключение, пришли к выводу, что действительно заявление Соколова не содержит в себе признаков добровольного сообщения о совершенном преступлении, и они отказались признавать его в качестве явки с повинной и в качестве иного смягчающего обстоятельства, в связи с чем они не указали его в обвинительном заключении. При таких обстоятельствах документ под названием явка с повинной, составленном Соколовым с точки зрения уголовного закона, не может рассматриваться в качестве заявления о явке с повинной и служить основанием для смягчения приговора. В случае, если суд сочтет необходимым признать указанное заявление Соколова в качестве смягчающего обстоятельства, семья Анастасии просит смягчение наказания по этому основанию сделать максимально формальным и минимальным. В любом случае, в глазах общественности, в действиях Соколова никакой явки с повинной не было. Далее я хотела отметить, что, на мой взгляд, все элементы состава преступления были исчерпывающим образом установлены правоохранительными органами и подтверждены совокупностью доказательств, представленных материалом дела. Общественно опасное деяние, посягающее на жизнь другого лица, находящееся в причинно-следственной связи с наступившими негативными последствиями, было совершено с прямым умыслом лицом Соколовым, не страдающим, хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию в настоящее время. Экспертами было установлено, что в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у Соколова не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, в том числе патологического и физиологического аффекта. Его действия были последовательно целенаправлены, у его поведения и высказывания отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, нарушений сознания. Следовательно, он мог в том числе и в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В рамках судебного следствия не установлено, что действия, направленные на умышленное причинение смерти Анастасии, также были связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны, либо с превышением ее пределов. Таким образом, каких-либо доказательств, дающих основания сомневаться в наличии состава и события преступлений стороной защиты представлено не было. Также я хотела пояснить по поводу, вообще в принципе, доводов Соколова в рамках судебного следствия. В целом, показания подсудимого в течение предварительного следствия и судебного разбирательства прошли существенную трансформацию и в итоге являются крайне противоречивыми и непоследовательными. В своих показаниях и в последующих пояснениях в суде Соколов неоднократно утверждал, что он не помнит ничего из того, что произошло после первого выстрела в Анастасию, до момента выхода на набережную реки Мойка. Это дало основания стороне защиты полагать, что Соколов во время инкриминируемого деяния находился в состоянии аффекта и впоследствии это было опровергнуто заключением комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов ПГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Так, в отличие от показаний, которые Соколов давал в рамках предварительного расследования, в своих показаниях, данных в рамках судебного разбирательства, он утверждает, что уже не помнит и следующее обстоятельство. Он не помнит, куда и зачем он заходил на своем персональном компьютере, какие карты он смотрел, где конкретно находилась Анастасия непосредственно во время деяния, сколько выстрелов он произвел в Анастасию, он не помнит, душил ли он ее в процессе убийства, что он делал после совершения убийства, в том числе, выбрасывал ли он телефон Анастасии в Мойку. Однако ранее на предварительном следствии Соколов давал достаточно четкие показания по большинству из этих вопросов. На мой взгляд, заявление Соколова об амнезии является не более чем способом защиты, направленным на введение правоохранительных органов и суда в заблуждение. Сторона защиты ссылается на то обстоятельство, что якобы перед инкриминируемым деянием Анастасия спровоцировала Соколова, нецензурным образом упомянув его детей, то есть совершив аморальное действие, однако указанная позиция не подтверждается доказательствами, исследованных в рамках судебного следствия. Так, в представленной переписке с телефонов Соколова отсутствуют какие-либо негативные высказывания о детях 7 ноября. При этом видео, записанное Соколовым, Анастасия также не упоминает детей, однако упоминает о том, что он ее ударил. Факт применения Соколовым физического насилия к Анастасии подтверждается также показаниями брата Сергея Ещенко, которому в рамках телефонов разговора Анастасия сообщила, что Соколов ударил ее головой о пол, а также ранее уже бил ее. Это подтверждается показанием свидетель Вольской. Соседка, которая слышала конфликт, подтвердила, что слышала, как женский голос спросил Соколова, чтобы он ее не трогал, отстал, после чего она слышала женские визги и плач. В некоторых детях разговоров также она не слышала. Вместе с тем Соколов пытается убедить суд, что Анастасию никогда не бил. Аналогично Соколов говорит, что не применял физическое насилие к свидетелю Прижегодской. Однако свидетель Прижегодская, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснила, что 29 декабря 2008 года, в связи с тем, что она планировала прекратить с ним отношения, он пригласил ее к себе домой под предлогом помочь с вещами, связал ее и сбил, при этом угрожая, что изуродует ее и убьет, ее никто никогда не найдет. В материалах дела имеется постановление об отказе в возбуждении дела, в котором имеется ссылка на медицинскую справку, в которой указывается о наличии следов избиения и удушения. Также хотела бы отметить, что согласно показаниям Сергея Ещенко, в рамках последнего телефонного разговора Анастасия уже была спокойна и сообщила ему, что им уже удалось уладить конфликт с Соколовым, что в целом противоречит показаниям Соколова. Соколов утверждает, что он не помнит, что он делал после ухода Анастасии из дома. Однако в материалах дела содержится доказательство того, что Соколов на своем персональном компьютере в указанный вечер после прихода Анастасии домой неоднократно пользовался поисковой системой Google Maps для просмотра карты набережной. С учетом того, что инкриминируемое деяние произошло не ранее 2 часов 36 минут, согласно версии следствия, можно прийти к выводу, что Соколов еще якобы до якобы возникшего нового конфликта принял определенное решение и выбирал место, где сможет избавиться от тела убитой. Касательно обреза. Судец Соколов сообщил, что он обнаружил его в 90-е вместе с квартирой. Однако на период следствия он утверждал, что обрез им принес знакомой Анастасии и просил оставить на хранение. Он заявляет, что он не помнит, как выкинул телефон Анастасии, так как это было сразу после убийства. Однако биллинг Анастасии подтверждает, что телефон был доступен практически до 9 часов утра 9 ноября. Можно еще долго продолжать показывать все имеющиеся несоответствия между реальной действительностью и версией, которую излагает подсудимый, но я хотела сделать следующий вывод. Исходя из вышеизложенного, мы просим суд очень критически отнестись к показанию Соколова, так как он неоднократно был установлен, что подсудимый склонен давать ложные и противоречивые показания. Отдельно хочу обратить внимание на характеристики личности Соколова. Показательно, что все свое выступление в суде Соколов начал с того, что он, цитата, «один из первых обвиненных судом журналистов в преступлении, которое они сами придумали. При этом во время судебного процесса много раз упоминалось якобы случившееся доведение до убийства со стороны, цитата, страшного чудовища Панасенкова, который является свидетелем по настоящему делу, а ранее являлся научным оппонентом Соколова. Причиной их академического конфликта стала критика Соколовым научного труда Панасенкова под названием «Первая научная история войны 1812 года». Тем не менее, в рамках предварительного следствия подсудимый даже не вспоминал о Панасенкове. Все его внимание было приковано к чудовищному поведению Анастасии. Панасенков в принципе появился намного позже. Однако уже в рамках суда Соколов неоднократно обвинял свидетеля, что это он является организатором в начале травли, а потом убийства, и что Панасенков должен сидеть на скамье подсудимых рядом с Соколовым. Тем не менее, каких-либо убедительных доказательств, даже того, что его оппонент был связан с нелицеприятными сообщениями в 2019 году, сторона защиты суду не представила. Но как бы очевидно это не было, нужно подчеркнуть, Ваша честь, что это не Панасенков убеждал Соколова бить Анастасию во время ссоры, как раньше он бил и стязал другую свою возлюбленную Екатерину. Не Панасенков снимал доведенную до отчаяния девушку на телефон с целью получения алиби. Не он смотрел незадолго до убийства карты для похода к мойке. Не он зарядил обрез, вложил в руки убийцу и заставил его выстрелить якобы в любимую женщину. Все это Соколов сделал сам. Какая-либо причина, следственная связь между академическим конфликтом и совершенным деянием отсутствует, как бы не хотела ее найти сторона защиты. Предваряя возражение стороны защиты от травли, якобы имевшей место в отношении Соколова, что повлекло в возникновение психотравмирующей ситуации, я хотела бы отметить, что сам по себе факт наличия такой ситуации не является обстоятельством, исключающим либо смягчающим его уголовную ответственность за убийство. Более того, обращаю внимание на то, что эксперты также отметили, что субъективное восприятие той или иной ситуации связано в том числе и с особенностями личности Соколова. Так у Соколова, цитата, имеются акцентуированные личностные черты в виде присущих ему на протяжении жизни вспыльчивости, демонстративности, потребности быть в центре внимания, наряду с завышенной самооценкой. Кроме того, эксперты установили, что в то же время эмоциональная сфера Соколова в целом несколько огрублена. Отмечается его эмоциональная неустойчивость, легкость возникновения реакции, раздражения, тенденции к аффектации с нежеланием сдерживать внешние проявления отрицательных эмоций, особенно ярко проявляющиеся при наличии противодействия. При этом почти все свидетели, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, не отрицали, что подсудимый является легко возбудимым и крайне эмоциональным человеком. Но, на мой взгляд, все лица, как участвующие в судебном процессе, так и следящие за ним, уже успели убедиться, что не требуется каких-либо особых поводов, чтобы вызвать у подсудимого крайне эмоциональную негативную реакцию. Со стороны защиты было допрошено множество свидетелей, соратников Соколова по реконструкции, которые не пожалели для подсудимого теплых слов и которые в один голос говорили, что Соколов является значительным человеком в реконструкторской среде. В рамках допроса в суде Соколов и сам много рассказывает о своей важности и значимости в реконструкторской научной среде, о том, что ему был вручен орден почетного легиона, о том, что их обществу присылал письма президент страны и многое другое. Но разве это имеет существенное отношение к делу и разве оно влияет на рассмотрение дела об убийстве? На мой взгляд, это далеко не самое важное, что следует установить суду в рамках характеристики личности подсудимого. Суд для вынесения справедливого приговора должен исследовать не только поверхностные регалии, строки в резюме и характеристики от любителей истории, но также и саму личность того или иного преступника. И в рамках этого можно сделать неутешительный вывод, что тот самый уважаемый сир Олег Соколов, которого красочно описывали его подчиненные по реконструкции, на мой взгляд, был фасадом почемкинских деревень, который был таким же мундиром бригадного генерала Наполеоновской армии, который он зачастую надевал во время их мероприятий. Я полагаю, что его истинная натура проявлялась, к сожалению, только в отношении любящих его девушек, которыми он манипулировал и на которых он срывал свою злость. Наедине, когда никто не видит и не может их защитить. На попытке придать огласке подобные вещи со стороны Екатерины Прижегодской, он реагировал ложью и шантажом. От его имени были поданы иски с целью заставить молчать тех свидетелей, чьи показания и не нравятся Соколову. Вот он образец рыцарства, чести и достоинства. Удивительно, но даже после случившегося убийства, после того, как открылась информация о его насилии над еще одной девушкой, неуважаемый университет, ни лица из реконструкции не отвернулись от него. По инициативе стороны защиты в судебном процессе давали показания чуть ли не с десяток адъютантов и кавалеристов из числа их подчиненных. Видеоблогеры, сотрудники университета и прочие интересные личности в основном не имеющих исторического образования. И все как один, Ваша честь, заявляли, что в данном уголовном процессе судят замечательного доброго человека, прекрасного семьянина, надежного боевого товарища, серьезного ученого. Доброго человека, который выстрелил в лицо лежащий, затем душил и разрядил всю обойму, обрезав голову якобы любимой женщины, который после убийства, как ни в чем не бывало, всю ночь отмывал кровь, покупал матрас, звонил в посольство в Франции в газовую службу, а потом принимал гостей, пилил тело убитой девушки, ломал ей кости, чтобы выбросить ее останки, как мусор в мойку. Семьянина, который приставал к своим студенткам и имел с ними отношения, несовместимые с должностью преподавателя высшего учебного заведения. Семьянина, который постоянно изменял своим женам и возлюбленным и сам об этом рассказывал. Боевого товарища, который, будучи капитаном, сбежал с тонущего корабля и допустил гибель члена экипажа, который чуть не спровоцировал конфликт между своими подчиненными и сотрудниками правоохранительных органов во время одного из фестивалей на Бородино. Серьезного ученого, который к преклонным годам был всего лишь доцентом, который так и не защитил докторскую диссертацию и который обвинил в этом своих коллег, которые якобы вводили его в заблуждение относительно процедуры получения этой научной степени в одном из первых судебных заседаний. На мой взгляд, подсудимый никаким образом не оказал содействия ни следствию, ни суду, неоднократно менял тактику и показания и даже умудрился оскорблять и делать замечания как другим лицам, участвующим в деле, так и непосредственно самому суду. Соколов уже в судебном заседании придумал для убитой и Монастасии корыстный мотив в виде попытки украсть у него квартиру, а также любовника-рецидивиста, находящегося в федеральном розыске с черным ягуаром и айфоном, который готовил покушения на первых лиц государства, близких к президенту, и который в связи с тайной интимной связью подарил Анастасии айфон. Как и следовало ожидать, указанные совершенно абсурдные заявления были опровергнуты сведениями, представленными государственным обвинителем. Так указанное лицо было объявлено в федеральный розыск в 2014 году и в 2019 было задержано на территории Украины. Соколов пытается убедить суд и общественность, что золотая медалистка, закончившая университет с красным дипломом и сама поступившая в аспирантуру, выключив телефон в архиве на полтора часа, немедленно отправилась к своему любовнику. Ничего другого в принципе человек, посвятивший жизнь науке, сделать не мог. В последних заседаниях Соколов в принципе решил пойти ва-банк, заявив, что Анастасию с рецидивистом познакомил никто иной, как сам Панасенков, несмотря на то, что она, по словам самого Соколова, крайне негативно относилась к последнему. При этом обращаем внимание суда на то, что Соколов отказался отвечать и на мои вопросы как представителя потерпевшей стороны, сославшись на то, что я якобы вступила в сговор с его академическим оппонентом Панасенковым. Это также дополнительно в принципе показывает как степень раскаяния Соколова и его уважения к семье убитой Анастасии, чем представителем я являюсь, так и реальное желание подсудимого содействовать установлению судом всех обстоятельств по делу. Ваша честь, этот человек после подобных слов каким-то образом имеет наглость заявлять о том, что он скорбито раскаивается, да он даже не стыдится того, что совершил убийство. Из его выступлений не раз и не два было видно, что для него убийство человека было и остается оправданным способом разрешения межличностных конфликтов. В целом, практически все, чем занимался Соколов в данном процессе, это перекладывание ответственности за совершенное деяние на третьих лиц и обвинение их в том, что его, Сира, самыми разными способами довели до совершения преступления. У подсудимого виноваты все, и Панасенков, и сама Анастасия, и Екатерина, а теперь уже и сторона обвинения и сам суд, только он один не виновен. С этим я считаю, что утверждение о том, что Соколов раскаивается и признает свою вину не подтверждается совокупностью его показаний и действий в процессе и не должно учитываться судом при вынесении приговора и назначении наказания. Подводя итоги, можно сказать, что совокупность имеющихся в уголовном деле доказательств не оставляет сомнений, что Соколов совершил жестокое убийство, не находясь в состоянии аффекта или в ином болезненном состоянии психики. Он не раскаивался в совершенном преступлении. Он делал все, чтобы не попасться, неоднократно оскорблял убитую и других участников процесса, причинил самые сильные моральные страдания семье. Их жизнь никогда не будет прежней, в связи с чем он заслуживает самого строгого наказания. Я считаю, что Соколов представляет опасность для общества. Он не впервые совершает преступления. От его действия ранее пострадали иные лица. Он привык к безнаказанности. И есть все основания полагать, что он, получив незначительное наказание, выйдя на свободу, в первую очередь постарается причинить вред иным участникам уголовного судопроизводства. Подводя итог моей речи, я полагаю, что по факту перед нами всего лишь неудавшийся актер, который всю жизнь играл роли тех, кем на самом деле не является. Надевая мундир офицеров, Соколов прикрывался высокими словами честь, достоинство, доблесть, благородство. Качество, действительно присуще настоящим офицерам. Но подсудимый им не являлся. Он только играл роль, а под маской скрывалась жестокая, безжалостная и кровавая натура. У таких, как он, всегда виноваты все, за исключением его самого. И все его слова о любви, о детях, о желании покончить с собой, о собственной значимости в исторической среде, все его слезы, крики, призывы к справедливости, угрозы, жалобы, во все инстанции оскорбления – это не более чем манипуляция, не более чем попытка выторговать себе более мягкое наказание. И единственное, чем по факту прикрывается этот человек в судебном процессе – это его несовершеннолетние дети. Действительно, поступок достойный рыцаря. Все мы должны были оценить и восхититься тем, что он пару раз в месяц высылает своей бывшей жене деньги на детей. При этом во время одного из первых выступлений он даже не смог назвать их датой рождения. Про двух детей от предыдущих браков он, в принципе, не вспоминает. У него нет с ними каких-либо контактов. Они не пришли в суд и не дали хоть какую-либо характеристику своему отцу. Хотя, возможно, просто в лучшем случае им нечего было сказать. Мне кажется, к этому моменту ни у кого не должно было остаться иллюзий ни по поводу этого дела, ни по поводу этого человека. Но я не государственный обвинитель. Я представитель потерпевших. И я хотела бы дать подсудимому еще один шанс. Олег Валерьевич, вот я обращаюсь к вам. Вот если вы действительно раскаиваетесь, если вы действительно хотите добиться справедливости по этому делу и прощения семьи убитой Анастасии, я предлагаю вам в вашем последнем слове встать и сказать, что вы просите у суда самого строгого для себя наказания. И тогда, возможно, вы хотя бы на один маленький шанс станете ближе к прощению. У меня все в вашей части. Уважаемый суд, мы заканчиваем рассматривать уголовное дело в отношении Соколова Олега Валерьевича, который обменяет совершенные преступления, предусмотренные в части 1 статьи 105, в части 1 статьи 222 УК РФ. Государственный обвинитель Суворова указала все доказательства, на которые мы ссылаемся, которые мы представили суду. И от себя в своей части я хотела провести подробный анализ следующих доказательств. Я хотела остановиться на протоколе осмотра жесткого диска компьютера Соколова. Это том 4, листы дела 113.161, из которого следует, что в день убийства 8 ноября 2019 года с часа 48 до 2 часов 36 минут Соколов активно пользовался услугами интернета, непосредственно применяя свой компьютер. И следователь зафиксировал, представил все его выходы в интернет, на какие сайты он выходил. Я хотела обратить внимание сюда, что он в этот период посещал, запрашивал погоду в Санкт-Петербурге, просматривал разные ролики, посвященные истории Франции, просматривал некий блокбастер, который называется «Празднование», и, соответственно, проверял свой почтовый ящик, читал свои письма. Далее, я хотела обратить внимание сюда, что с 2 часов 13 минут до 2 часов 21 минуты Соколов посещал программу Google Maps, где рассматривал карты Санкт-Петербурга, где рассматривал непосредственно приближенные улицы к его дому, откуда впоследствии на следующий день он выбрасывает после совершения преступления части тела потерпевшей в реку Мойку. И обращу внимание, что в этот же день, в этот же момент, когда он выбрасывает части тела Ященко в реку Мойку, он опять посещает данный сайт, просматривает карты Санкт-Петербург. Это в 3.42 утра. При анализе протокола осмотра телефона Ященко, том 6, листы дела 28.40, установлено, что 8 ноября в день убийства Ященко с 12 часов ночи с 0 часов до часу 06 она активно пользуется интернетом со своего мобильного телефона. Посещает также сайты, и место расположения ее зафиксировано, обслуживает ее мобильный телефон, базовая станция Большая Морская, дом 158. С часа 06 Ещенко происходит конфликт, это подтверждено и по показаниям Соколова, это подтверждено и видео, которое мы просматривали, как она спускается с лестного пролета. В это время Ещенко покидает квартиру, и до часу 47 минут, то есть 41 минуту, она проводит уже недалеко от места Соколова квартиры, что подтверждается обслуживанием базовой станции, меняется у нее по адресу, высвечивается Коногвардейский бульвар, дом 4. После того, как Ещенко возвращается домой, опять возвращается базовая станция Большая Морская 58, и почему мы указываем, что Большая Морская 58 обслуживает базовую станцию у квартиры Соколова, потому что в этот момент поступает звонок от брата в час 49 на ее мобильный телефон, который у нас установлен, две минуты она общается с братом, которому сообщают, что находится дома, что уже помирились с Соколовым, что она готовится ко сну, и в этот момент, еще подтверждает Соколов в своих показаниях, на мой вопрос он ответил, действительно, Ещенко разговаривала, когда возвратилась по мобильному телефону, я спросила, с кем ты, она ответила, с братом. То есть данные обстоятельства у нас подтверждаются представленными доказательствами. Таким образом, анализ данных доказательств свидетельствует о том, что при нахождении Ещенко на улице 41 минуту Соколов активно пользуется услугами интернета, просматривает сайты, и уже после того, как возвращается Анастасия в квартиру, с 2 часов 13 минут до 2 часов 21 минуты, то есть за 15 минут до убийства, он просматривает подробно карты Санкт-Петербурга, именно приближенные улицы к его дому. И более того, обращу еще внимание, что в момент выбрасывания частей тела он опять-таки заходит в эту программу. Указанное свидетельствует о том, что Соколов готовился и планировал хладнокровно убийство Анастасии Ещенко. Утром 8 ноября, уже после 5-6 часов убийства, в 8.59 и 9.28 зафиксирован звонок. Сам Соколов со своих двух мобильных телефонов набирает на телефон Анастасии Ещенко, будучи зная, что она уже убита им. Чтобы скрыть следы преступления, фиксируется звонок и сам принимает с его же телефона на 6 секунд и 15 секунд. Ваша честь указанная зафиксирована в протоколе соединения и в том протоколе, которое сегодня было оглашено. Это сведения из протоколов мобильных соединений самого Соколова. Ваша честь, я прошу критически отнестись к показаниям Соколова, данные на предварительном следствии и в суде в том числе. В прошлом заседании Соколов пояснил на вопросе своего же защитника, что когда он совершил убийство в отношении Ещенко, он покинул квартиру и выбросил ее телефон, захватив телефон, выбросил в реку Мойку. После этого он возвращается домой, сомневается, выбросил, либо не выбросил, дальше начинает прозванивать, набирает 8,59. К его показаниям он не слышит эти звонки, в то время как он сам принял с двух телефонов на 6,15 секунд со своего же мобильного телефона на ее телефоне данной звонки. Показания его полностью упровергаются представленным протоколом осмотра телефона Ещенко и следовательными сведениями самого телефона Соколова. Указанное свидетельство говорит о том, что Соколов запланировал преступление, в которое входило и сокрытие следов преступления, что после того, как он свершил убийство, мог говорить о том, что Анастасия жива, и они вместе созванивались два раза утром в 8,59 и 9,28. Более того, показания Соколова, данные на предварительном следствии и в прошлом судебном заседании, также противоречат обстоятельствам дел. Соколов сообщил Ещенко, что после возвращения в квартиру Ещенко ворвалась после скандала и конфликта, ворвалась, вела себя агрессивно, набрасывалась на него. Согласно исследованным доказательствам, следует, что Ещенко вернулась в квартиру в час 47. Через две минуты разговаривает со своим братом, которому сообщают, что она помирилась, все уже хорошо. Свидетель Вольфская, соседка, полностью подтверждает указанное и сообщает, что слышимость между квартирами Соколова и ее, она очень хорошая, потому что их разделяет деревянная перегородка. И весь скандал, всю ссору, которая происходила, она слышала. В данной ссоре Соколов непосредственно указывал, он ревновал и не хотел отпускать Анастасию в гости. Из-за этого произошел конфликт. Ни о каких детях свидетель Вольфская не слышала и разговоров не было. Через 40 минут уже скандал прекратился и начался мирный разговор. Указанная совокупность доказательств свидетельствует о том, что в момент, когда Соколов пошел за оружием, Ещенко уже в спальне была в спокойном состоянии. Более того, она в этот период, Ваша честь, прошу обратить внимание на протокол телефонных соединений Ещенко, она в это время активно пользовалась интернетом и своего мобильного телефона, что подтверждается данным протоколом. Ваша честь, также прошу критически отнестись к показаниям Соколова в части того, что на предварительном следствии он сообщал, что выстрелил в Ещенко 3-4 раза. Это было свидетельствовано у нас как допросом следователя, так и видеодопросом, протоколом проверки показаний на месте и видео данного следственного действия. В ходе судебного заседания Соколов указывает, что выстрелил один раз в голову и больше ничего не понял. После оглашения протокола в порядке ст. 276 Уголом процессуального кодекса Соколов указывает, что следователь задавал ему наводящие вопросы, поэтому он отвечал именно таким образом. Данная версия проверена. Приглашен был следователь в суд судебное заседание, который указал, что никаких наводящих вопросов, никакого поддакивания в вопрос не было. Более того, мы видели и просмотрели в зале судебного заседания видео данных допросов. Соколов спокойно своим защитникам давал подробные показания и указывал именно на 3-4 выстрела и каким образом он совершал. Далее. В ходе предварительного следствия и суда Соколов придачей показаний пытался опорочить потерпевшую, выставить ее в так называемом неприглядном свете. Первое. По версии Соколова, Ященко встречалась с лицом, параллельно живя с ним, с лицом, который был объявлен в розыск. Состоялась с ним в любовных отношениях, договорилась с ним о незаконном изъятии либо переводе права собственности Соколова его квартиры, единственной, которая у него была. И каким-то образом незаконным пыталась данный союз, пыталась каким-то образом с участием с лицом уголовного дела в отношении которого выделено, получить его квартиру. Ваша честь, согласно представленным сведениям из Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, лицо, о котором говорил Соколов в 2014 году был объявлен в розыск. После этого он объявляется в международный розыск в связи с тем, что он пересек границу Российской Федерации. В апреле 2019 года его задерживают на территории Украины в связи с совершением преступления. И, будучи, встречаясь с Соколовым с 2017 года, указанное лицо оно никак не могло, будучи уже в 2014 году в другом государстве, иметь какие-то отношения, договариваться о каких-то преступлениях. И более того, согласно справке формы Сенту, которая находится в том месте на листе дела 182-183, у Соколова была единственная квартира на набережной реки Мойки 82. И обращу внимание, что данная квартира является общедолевой и там зарегистрирован несовершеннолетний ребенок. Поэтому каким-либо образом получить квартиру в собственность это невозможно. Версия номер 2 Соколова, что непосредственно Ещенко, встречаясь с лицом, о котором я уже говорила, параллельно встречалась еще с Панасенковым. Ну, Панасенковым. Это был план Панасенкова, который хотел разрушить таким образом жизнь Соколова. Ваша честь, данный союз невозможен, поскольку, согласно тому 3 листы дела 10-17, оглашенное письмо Ещенко от 6 марта 18-го года, которое адресовано было в СВБГУ, где Ещенко защищала всеми способами, мы несколько раз согласили данное письмо, указывала, какой хороший Соколов, какой он замечательный историк, приложила к данному письму характеристику в том числе и Панасенкова, где отрицательно высказывалось о нем указанное, точно свидетельствует о том, что в указанный период не могло быть никаких любовных отношений между Ещенко и Панасенковым. Более того, уважаемый суд, я прошу, чтобы вы обратили внимание, когда мы исследовали в ходе судебного заседания два ноутбука и Ещенко потерпевшие, там был ее дневник, данный дневник тоже исследован, из которого следует, как она подробно рассказывала о своей жизни, как она строила свои планы с единственным мужчиной, Соколовым, как она мечтала от него родить детей и в браке с ним прожить счастливую жизнь. Ни о другом мужчине не было там ни слова. Согласно показаниям свидетеля Панасенкова, который в ходе судебного заседания был допрошен, он полностью проверк данную информацию, что они когда-либо были знакомы и имели какие-либо отношения. Судебное заседание Соколов утвердил, что готов представить свидетеля защиты, который будет указывать об этих отношениях. Я могу, Ваша честь, на это ссылаться, сторона обвинения имеет полное право, поскольку были приобщены информации из интернета и социальных сетей о том, что и оглашена в судебном заседании, о том, что Панасенков таким образом разыграл Соколова. В связи с чем в настоящее время у нас ни одного свидетеля не появилось, который бы подтвердил, что Соколов был прав в том, что Панасенков и Ященко создали каких-то отношений. В подтверждении того, что Соколов пытался порочить потерпевшую, в своем же допросе на листе дела 108-109 том 2, Соколов указал, что обрез, которым он убил Ященко, принесла ему сама Ященко и просила хранить в его квартире. То есть, таким образом, уже с момента предварительного следствия Соколов пытался высказать сведения какие-то, которые бы указывали на то, что Ященко имеет отношения с лицами, у которых имеется в действиях совершают преступление, имеют какое-то отношение к лицам, которые занимаются незаконным оборотом оружия. Ваша честь, как оценивать после хладнокровного убийства потерпевшей и сокрытия следов преступления такую тактику защиты оценивать только вам. Но оценка государственных обвинителей критическая. При этом обращая внимание на то, что все допрошенные свидетели защиты, которые в зале судебного заседания давали показания и были приглашены защитой, никто из них не сказал про Ященко плохое. Все хорошо ее охарактеризовали. Более того, из них никто не говорил, что Соколов жаловался либо делился информацией, что у Ященко имеются какие-то любовные отношения с другими мужчинами. Данное у нас не установлено. Уважаемый суд, при даче показаний Соколов фактически вину свою признал в совершении убийства, но дал в целом показания, которые свидетельствуют, я цитирую, о том, что я испугался, когда замахнулась Ященко ножом в спальне и поэтому выстрелил. Подобные показания даны Соколовым с целью переквалификации его действия на совершение убийства при необходимой обороне либо превышении ее пределов. Потом он сообщает в ходе судебного заседания, дополняет, что он выстрелил по неосторожности. Имею ввиду уже статью 109 Уголовного кодекса Российской Федерации убийство по неосторожности. При этом и первое действие и второе действие у него сопровождалось со слов временной потерей памяти, психическим состоянием. Простыми словами он был не в себе. Таким образом пытаясь защитить самого себя Соколов охватил все виды так называемых облегченных форм убийств. по которым либо можно избежать уголовной ответственности, либо переквалифицировать на статье небольшой тяжести и в его случае назначить ему наказание в виде лишения свободы невозможно. Ваша честь, я хотела бы поподробнее остановиться на данных версиях части убийства Соколова-Ещенко в состоянии необходимой обороны либо превышения ее предела. Соглас статье 37 и 108 Уголовного кодекса Российской Федерации как то разъяснено в пункте 2 постановление Пленума Верховного Суда номер 19 от 2012 года при необходимой обороне должна быть общественное опасное посягательство сопряженное с насилием опасным для жизни обороняющегося. Представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную угрозу. Опасность для жизни обороняющегося. Ваша честь Согласно представленным доказательствам Ещенко уже была спокойна и не могла напасть на Соколова тем более причинить ему опасный вред здоровью либо совершить действия создающие угрозу учитывая отсутствие у Соколова телесных повреждений его существенное превосходство физическое перед Ещенко а также то что Соколов сам в своих показаниях указал что ни разу Ещенко не высказывалась в отношении Соколова угрозой либо убийства либо причине каких-то повреждений совокупность указанного именно устанавливает что в действиях Соколова не имела убийства при совершении необходимой обороны либо при превышении ее пределов более того ваша честь согласна представлены доказательством конфликт Ещенко и Соколова уже был исчерпан и Ещенко была в спальне активно пользовалась интернетом когда Соколов взял оружие и пошел к ней в спальню чтобы как он указал попугать ее но я обращаюсь внимание суда что попугать Ещенко он хотел не своим травматическим пистолетом который у него имеется и которым он пользовался а именно непосредственно охотничьим карабином из которого выпустил почти что в упор четыре пули в голову в связи с чем как уже указывало оснований для признания в его действиях какой-либо необходимой обороны либо превышения не имеется версия Соколова о том что он убил Ещенко по неосторожности опровергается тем что согласно статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации при совершении убийства по неосторожности при легкомыслии виновной предвидит что в результате его деяния наступит смерть потерпевшего но самонадеянно пытается предотвратить а пренебрежности уже он не предвидит согласно представленным доказательствам установлено что Соколов почти что в упор стреляет в голову из огнестрельного оружия охоченного карабина 4 раза дальше причиняет ей перелом гортани связи с чем не предвидеть наступление смерти в виде смерти таких последствий невозможно поэтому и не имеется в его действиях убийство по неосторожности версия номер 3 Соколов совершил преступление в состоянии аффекта уважаемый суд стороной государственного обвинения представлен достаточный доказательств свидетельствующих о том что Соколов не убивал Ещенко в состоянии аффекта поскольку у него не было внезапно возникшего сильного душевного волнения вызванного оскорблением и аморальным поведением Ещенко а равнодлительной психотравмирующей ситуации возникшей из-за поведения Ещенко в день совершения преступления все подтверждают что скандал был из-за того что Ещенко пригласила Ещенко ее пригласили в гости он хотел ее отпускать об этом свидетельствует как брат Ещенко так и Вольская согласно показаниям Соколова они с Ещенко встречались в 2017 года конфликтовал она с Соколовым из-за детей именно начиная с 2017 года после ссора угасалась они мирились продолжали вместе жить и вести общий быт общее хозяйство у них все было хорошо указанное не могло вызвать у Соколова внезапно возникшего сильного волнения душевного о чем свидетельствовать можем и мы юристы для этого не обязательно быть психологом либо психиатром но и они в своем экспертном заключении указали что Соколов не совершал данное преступление в состоянии аффекта таким образом сопокупность представленных доказательств полностью подтверждает умысел Соколова в инкриминируемых преступлениях и опровергает его противоречивые показания Ваша честь я прошу чтобы вы дали оценку личности Соколова преступным действием Соколова как до так и после совершения преступления прошу также оценить отношение Соколова к совершенному преступлению так совершая убийство Ещенко 8 ноября Соколов в период с 2 часов 36 минут до 3 часов звонит 8 часов 50 минут 6 раз в Гужа и 10 минут надо подняться в его квартиру то есть Соколов совершенно спокойно адекватно чувствовал себя и соответственно он не знал что записывать данный разговор совершенно понятно рассказывал о своей проблеме ваша честь это свидетельствует о том что для Соколова практически в его жизни ничего не изменилось он решает свои проблемы и через 5 часов в том числе после жестокого убийства разве человек который решил совершить самоубийство о чем он нам говорил в судебном заседании и в период предварительного следствия будет решать свои бытовые проблемы через 5-6 часов разве человек который решил совершить самоубийство будет звонить сразу же в тот же день убийства в посольство Франции и задавать вопросы о совместном сотрудничестве разве человек который решил совершить самоубийство в этот же день в 7 часов вечера будет звонить своему другу и договариваться с ним я имею ввиду Пустовалова о переводе денежных средств ему для того чтобы тот обналичил и передал ему и как он рассказывал что он был в шоке после произошедшего и очень сожалел после того как он убил Ещенко при нахождении трупа в квартире в день убийства разве человек может приглашать друзей и для этого он пошел в магазин купил продукты для совместного время провождения уважаемый суд государственное обвинение считает что никакого спонтанно совершенного преступления Соколовым не совершено он тщательно все спланировал жестоко убил Ещенко и скрыл следы преступления после он не соберется совершать никакого самоубийства он создавал себе алиби зафиксировал с утра два телефонных разговора с ней чтобы если что сообщить что они связывались он не отменил встречу с друзьями в этот же день пригласил их и они вместе проводили в ней время с алкогольными напитками и попросил друга обналичить деньги чтобы если что была бы возможность скрыться пользоваться деньгами чтобы при пользовании банковскими карточками мы знаем что фиксируется местонахождение таким образом государственное обвинение просит суд оценить совокупность проведенных доказательств данной о личности Соколова отношение к совершенному преступлению и с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений назначить Соколову наказание исключительно в виде реального лишения свободы на длительный срок поскольку только данный вид наказания может восстановить социальную справедливость и способствовать исправлению Соколова на основании изложенного прошу суть признать его виновным в совершении преступлений предусмотренной части 1 статьи 105 уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы без дополнительного наказания на основании части 1 статьи 222 уголовного кодекса Российской Федерации также прошу его признать виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы на основании части 3 статьи 69 уголовного кодекса Российской Федерации частично сложить назначенное наказание и окончательно определить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима Благодарю И не надо так кричать Анастасия была хорошим человеком но она не была святой и когда вы так кричите что она не может быть как будто у нее вообще теоретически не могло быть любовь у нее было все нормально так сказать в физическом плане и не надо так кричать как будто речь идет о святой Жанидар она таковой не являлась вот и эта связь была абсолютно точно 100% связь с представителем криминального мира которая в общем-то ее и купит вот что я хотел вам сказать и можете на меня так не смотреть вам легко на меня смотреть я нахожусь вот сейчас вот здесь я в заключении и не могу вам ответить как мог бы вам ответить если вы находился за пределами этого аквариума вы можете наслаждаться вашей так сказать ответить так же как вы Ещенко ответили нет вообще есть что такое граждане прокуроры очень большой вопрос если можно не смеяться не переговариваться в момент последнего ответа я вас я за этого заранее буду благодарен спасибо вам ваше честь что вы меня будете так последнее слово прежде чем сказать что-либо я хочу грозить глубокое и полное раскаяние в садении я не только считаю что должен быть наказан по закону но и желаю быть наказанным дабы искупить совершенное мое преступление но есть одно но я хочу быть наказанным по справедливости за то что я совершил а не за то что мне вменили вину средства массовой информации ряд пакет десенсации журналистов которые сами выдумали такое преступление которое хорошо продавалось бы как сенсация страшный садист этакий профессор Мариарти из рассказов о Шерманке Холлс и юная невинная девушка которая убивает ради удовлетворения своих садистских комплексов и этот бред несмотря на абсолютно очевидные истины постоянно продолжают нурсировать вот спустя три года три месяца после начала нашей любви уже спустя полгода после того полгода после того как мы стали жить полностью как муж и жена Настя написала в своем дневнике там где не ругут этот дневник мы узнали только здесь сзади суда и вот что там написано я люблю и любима пишет она мы с мужем она называет меня быстро или идеальные для нас отношения со временем наша любовь не угасает ну как можно было через три года три месяца после наших отношений если бы у нас жил с кем-то садистом профессором в реакции написать я люблю и любимого у нас прекрасное идеальное отношение как если доход к кем-то садистам 15 августа 2019 года когда я собрал всех своих друзей в униформе красивой в пленовской эпохе представьте свечей Настя была в прекрасном платье эпохи ампет она встала я все представил господа я хочу представить это моя невеста и так далее ну как это ну что ради того чтобы потом получить удовольствие убить через пять лет пять лет такие отношения ну как можно такую глупость такой идиотизм в головах бивать как можно ну неужели нету честного нормального журналиста который бы рассказал что это не может быть так просто из общих соображений хотя бы ничего что противоречивого этой абсурдной версии что сторона защиты сообщала суду не доходила до широкой публики которая стала главным судью чудовищное страшное оскорбление которое потерпевшая тот роковой вечер осыпала в моих детей ее дикие крики пусть сдохнут твои вылетки эти годы которые дремят до состояния близкому помешательству и даже ее оскорбление записанные на камеру моего смартфона в эти часы так и не дошли ни на одного телеканала очевидные оскорбления записаны на камеру смартфона мат перемат это вот нежная девушка которая не может иметь даже любовь это грубейший мат перемат нигде не пошел ну как же так он это противоречит мерси не дошло до людей а значит для общественного мнения и причина вызвавшая столь резкую враждебность молодой женщине с которой меня в течение нескольких лет для этого связывала сильная искренняя любовь речь идет о той травле которой мы оба я и Настя подверглись со стороны злодея по фамилии по населку это мерзкая травля доказательств которой имеется предостаточно достаточно зайти на сайт Александра Валерьевича Таргашова чтобы подробнейшее расследовать о всей этой травля целые тома можно сказать подтверждающие эту травля эта травля в 92 года но уже через полгода с его начала Настя не уехала подавленная потоком грязных измышлений прохи которые распространял мой враг в интернете в газете московских консомольцев Настя в момент моего 10-дневного отъезда с детьми на море решила наказать меня за выдуманное большей части посудки она вступила в интимную связь со зрелым мужчиной но не просто мужчиной а опытным преступником рецидивистом находивший в розыске Светственного комитета России Интерпол об этой измене о которой я узнал лишь спустя 2 месяца после гибели Анастасии СМИ так же молча а кто-то пытается приписать ее в моей фантазии поднять насмех мой авокат Александр Малич Сергашов встречался специальным свидетелем который полностью подтвердил все ранее рассказанное мне но изменив утратив любовь Анастасия не ушла от меня уже хотела потому что жить с любовником скрывающимся от закона находящийся в постоянной угрозе ареста она конечно не желала и она утратила все чувства ко мне тем не менее не ушла а осталась но теперь исключительно из корызных побуждений квартира в Петербурге диссертация карьер и Анастасия переродила 15 месяцев с момента начала ее измены она изводила меня дикими сценами оскорбляя меня и моих маленьких детей от предыдущего брака если бы все предыдущее время которое мы прожили вместе она не показала бы себя как наверняка с честной достойный человек если бы до встречи со мной не были другие мужчины если бы я не любим и безумный мы бы расстались торча же после первой подобной сцены но я слишком сильно любим слишком доверял ни разу не попытавшись сколько раз проверить и узнать чем она занимается в момент моих деловых ответов однако летом 2019 года агрессия Анастасии по отношению ко мне чуть-чуть крути 10 июля 2019 года мы подали заявление в ЗАГС а 15 августа того же года на большом празднике с вами друзьями я преснял Анастасию как моей невестой совсем недавно уже в суде я узнал что ее любовник был арестован в апреле 2019 года в Украине и находится сейчас в заключении конечно любовь не вернулась я был для Анастасии не только удобным средством для старта научной карьеры и она решила видимо жить со мной пока не представится что ей более выгодно однако истерик стал чуть поменьше градус напряжения немного опустил ну вот в самом начале сентября 2019 года Анастасия едет в Москву на научную конференцию у молодых ученых Диана выступает как ладок тогда 2 сентября она последний раз написала в смс я вас очень люблю это 2 сентября но возвращается она оттуда 6 сентября другим человеком ее агрессия резкого врастает в середине сентября Анастасия Танькова от меня снова едет в Москву я в момент ее поездки я не знал я находился в этот момент во Франции приглашен просчитать лекцию по теме моих исследований о поездке Анастасии в Москву я даже не догадывался и узнал лишь много месяцев спустя после трагедии из материала проследования где были указаны даты ее поездки которые совпали так же даты ее поездки совпала с моментом когда он полностью пропал телефон и отвечал на выход и так далее наконец 7 ноября она на один день снова приезжает в Москву мотив поездки даже тогда когда я все-таки все так же доверял своими ездами меня не скудили срочно надо посетить архив кто только немного знаком с работой историка легко поймет что срочно в архив может потребоваться только в исключительных случаях если случай может быть например когда исследователь завершает работу на диссертации или книги то уже срочно сдавать работу а какая-то цитата из документов осталось без ссылки все требуется этот процент от управления никаких подобных обстоятельств не было и действительно цель поездки Анастасия Ещенко 7 ноября в Москву была другая хотя бы прикрыть в архиве в этот день она подбывала но как известно там с 13-20 до 16-40 Анастасия выключает телефон для того чтобы покинуть архив не оставить следоват полагаю что Анастасия ездила в Москву чтобы встретиться с человеком или людьми которые в начале сентября вступили с ней плотный контакт с целью добиться жестокого удара по мне ну или это но в любом возможно но не страсть ездила в другая Анастасия 7 ноября 2019 года это совершенно очевидно полагаю что мои враги обещали в Москве работу карьеру и бог знает еще что я когда я так предполагал что они шантажировали ее тем что могли высадили ее могли шантажировать все связи вот с этим так сказать человек с этим мужчиной но зная что он в апреле оказался значит за решеткой снова то они разумеется могли здесь шантажировать но они могли шантажировать чем-то другим а самое главное предложить ей перспективы работы Москвы но платой за эти перспективы должен быть громкий разрыв со мной и не просто разрыв а разрыв который приемл меня катастрофе жизненный и профессиональный Анастасия потребно вероятно спровоцирует меня на удар а дальше синяк по глазу заявление от полиции мое исключение из университета это история расстройства в интернете мое полное уничтожение как личность которую уважают в этом был заинтересован только один человек это некто гражданин понасеку недаром его адвокат ранец за их за несколько дней до трагедии выходя из здания суда где слушалось заседание на моем программе гражданскую поискову понасеку сказал торжествующе обращаемся по нему адвоката Александр Валерьевич Таргашев здесь присутствует пусть Олег Валерьевич готовится к большим сюрпризам и эту фразу гражданин Зарипов произвела два раза как свидетель Александр Валерьевич Таргашев его словно распирала от злобного торжества сюрпризом для меня должна была стать Анастасия ставшая орудие в руках этих людей а точнее не людей если бы Настя хотела просто уйти от меня к какому-нибудь новому любовному или тем более возлюбленному не было бы ничего проще достаточно было если она опасалась скандала за пару недель до этого не ехать со мной в Париж друзьям отдохнуть на несколько дней а спокойно подумать с кем она и в случае решения покинуть меня беспрепятственно собрать вещи и уйти даже 7 ноября ничего не мешало ей просто после ужина лечь спать можно было сказать что она устала и кто бы я не стала просто теребить а наутро собрав вещи спокойно уйти я бы не подумал задерживать уходящую кому-то женщину спокойно уходящую кому-то женщину когда я распрощался со своей женой Анной Кукушкиной мы даже ни разу друг на друга не повысили голос дамы говорили друг другу железным спокойным голосом не то что там какой-то удар но ни одного крика ни одного оскорбления тем более матерного оскорбления не было сказано твое оставание достойных людей если бы Анастасия 8 ноября утром сказала вы знаете я вас любил сейчас я вас больше не люблю может быть не говоришь что есть можно было сказать что мы не можем что я не только слезы и все для меня была бы трагедия страшная она ушла там с этим момент наших скандалов предупреждения неоднократно даже квартиру она не уходила слишком было удобно жить в большой квартире в центре города слишком было удобно человеку который поможет при защите диссертации слишком удобно было человеку который везет Париж когда не захочет Вену Венецию Прагу тот который поможет работать в парижских архивах который фактически прокладывает работа что-то может происходить удобно но если появится тот другой который предложил больше я думаю что в этот момент она была бы готова к любому любому вместо того чтобы уйти спокойно в эти раковые часы она брошилась на меня как снаряд бешенства и дикой злобы непонятно мне тогда теперь я знаю и понимаю откуда это произошло понимаю что после измен Анастасия жила со мной только ради материального удобства и карьеры карьера и работа в престижном научном учреждении стали для нее в это время просто навязчивые идеи она об этом постоянно мне говорит ради чего она готова была сделать что угодно что угодно и пообещав видимо эти золотые горы нелюди направили ее на меня как управляемый снаряд и Настя ступила довести меня до сумасшествия но покляшет что никогда ее не ударить я держался очень долго пока приступ безумия не охватил на меня я еще раз клянусь если не верить крестному знанию клянусь то что у меня есть святого в истории но прямо на скрип плохое рыцарство что я ни разу ее ударил ни разу ее не ударил единственное что я хотел останавливать рукой когда она бросалась за меня с пулаками и на той видеозапись я останавливаю ладонь когда она хочет выскочить ночью я хотел ее остановить я всегда останавливаю когда пыталась ночью выскочить но в этот раз агрессия была такая дикая такая страшная что я уже попадавший больше не стал останавливать она могла спокойно забрать вещи чемодан чего угодно я уже отпустил и пропустил но вот получилось так что Настя вернувшись обрушилась бешеной агрессии Настя погибла а моя жизнь полностью погублена больше нет той жизни нет той жизни нет той жизни научной нет той жизни общественной нет той жизни тысячи людей которые меня любили которые общались с моими друзей тех которые были со мной мои солдаты офицеры военно-стоящие реконструкции мое преподавание в Саргонском университете в нашем университете в итальянских вузах испанских где я выступал все это нет все моей жизни больше нет как таковой сразу после гибели Анастасии я хотел умереть но уйти в жизнь достойно попрощавшись с детьми родителями друзьями сделать завещание почему я попытался на время закрыть содеянное да это конечно пленый скуп перед тем что совершил но это желание уйти достойно я действительно хотел умереть это тоже правда абсолютно перед Богом и перед тем что у меня есть святое но теперь зная о том что предшествовало трагедии о физические изменения о моральном предательстве горячо любимой моей женщины я не ищу уходы из жизни но и не дорожу их если бы сейчас передо мной была мать Анастасии и можно было бы дать ей в руке табельное ее оружие я бы с удовольствием встал перед ней под колени под карты спросил что если вы считаете что я мог совершить так лоднокровно застрелить меня я бы с радостью принял такую смерть но какая бы то ни было кара настигнет меня невиновима я в руках правосудия и как мы видим сорвность правосудия ну проще как говорили древние 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 дуро лекс сед лекс закон сорок но это закон так или иначе я мучения буду искупать свою страшную ошибку но пока я буду за стенках нелюди которые в течение долгого времени готовили эту трагедию и главный злодей который произвестие о произошедшей трагедии выложил в интернет ролик где он пляшет от радости и заявляет что все прошло по его сценарию он на свободе не страшно не страшно что я брошена не страшно страшно что он свободен подумайте об этом господа о чем это она барона кроет и что говорит ясно чего подлец говорит псих ненормальный врун несчастный и чего хочет ясно чего чтоб не бросал логично и если обратиться к родителям я хотел бы сказать я наказан моя жизнь уничтожена все я могу сказать все остался практически до конца жизни зэка мне не выдержать не прожить столько в тюрьме сколько меня здесь просят наказания так вот хотя бы пусть ваш справедливый гнев обратиться на нелюди который два года готовил нашу погибель плясала от радости при смерти известия о смерти насти нелюди который ломал наше счастье счастье людей которые искренне любили друг друга три с половиной года inum ответила искреннее преданное любовь настоящий любой кто-то смеется надо конкретно в отрасли до случае но мы искренне преданы любили друг друга я не видел в этом три с половиной года почему я так над imagine Peg хочу ели потому что я есть я видел настолько чехник настолько твердое водородное не что дальше произошло Я не мог в это поверить, не мог подозревать даже, но это было. А теперь я хотел бы только обратиться к коридору Анастасии. Я, конечно, понимаю, что пришло просить о прощении, но я бы хотел на колени просить хотя бы о малом снисхождении. Простите человека, который сошел с ума от всего, что ему пришло пережить. Простите. И я ничего не боюсь. Мне теперь уже бояться нечего. Моей жизни больше нет. Поэтому тема меня не может назвать, когда трусом только. Я прошу у родителей Насти, чтобы они постарались понять, что их дочь для меня была моя самая сильная любовь, последняя любовь в моей жизни. И что у нас эту любовь вырвали. Вырвали настоящие нелюди. Не знаю, как такие люди только живут на свете. Как их свет носит. Никогда бы не мог вообразить, что такое произойдет со мной. Я никогда не знал, что такие люди существуют, которые два года ломали, 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 нашу жизнь, ломали. Вот и все, что я хочу рассказать. Простите. Родители Анастасии. Простите хоть чуть-чуть, хоть как-то. Простите. 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 Продолжение следует...